Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о здоровье, медицине и психологии. Сегодня вы увидите Первая помощь. Что делать, если человек подавился? Заикание. Как бороться с этой неприятностью? Алкоголизм. Какие методы лечения существуют? Попадание народных тел в дыхательные пути – явление нередкое. Трагедия может случиться где угодно – в столовой или на улице, в машине или самолете. В дыхательном горле с одинаковым успехом могут оказаться жевательная резинка или конфетка, таблетка или зажатая между зубами спичка. Как оказать первую помощь, когда ситуация становится критической и человек не может дышать – об этом расскажем в следующем сюжете. Чаще всего люди давятся во время еды. И когда поблизости кто-нибудь есть, это увеличивает шансы пострадавшего получить помощь. Однако в данной ситуации важно не растеряться и действовать грамотно. Эти минуты могут спасти чью-то жизнь. Обычно, когда человек поперхнулся, мы стучим его по спине. Работники скорой помощи говорят о том, что делать так нежелательно. Это допустимо только в некоторых случаях. Стучаться по спине, ну, может быть, когда какая-то жидкость, вода может помогает. Конечно, если это действительно, в общем-то, народное тело, то нежелательно. Наоборот, это может пройти. Если это где-то район гортани, если оно не полностью обтурирует в области голосовых связок, то малейшее движение, даже кашель, может создать условие, что полностью смыкаются связки, то есть происходит асфиксия, еще хуже будет. Или, если уже прошло подсвязочное пространство и дальше, может пройти уже в бронхи, трахею и уже в бронхи. То есть это уже будет дальше работа других специалистов, уже в стационаре. Если подавившийся человек не может говорить и кашлять, значит, дело плохо. Нужно действовать. И здесь может помочь знаменитый прием Геймлиха. Если пострадавший находится в сознании, то применяют такой его вариант. Человек, который оказывает помощь, встает за спиной больного, которому оказывается помощь, обхватывают его двумя руками. Одна рука с первым пальцем находится в области эпигастрии, вторая накладывается ладонью на ту руку. И делается внутрь и вверх движения резкие. Нужно немножко наклониться, чуть-чуть можно наклониться по возможности. Несколько движений. Как правило, создаётся отрицательное давление диохромы. И народное тело выходит. Прием Геймлиха у взрослых можно делать в нескольких вариантах. Все зависит от состояния пострадавшего. Если человек в горизонтальном положении, то здесь делаются вот такие движения. Вот так. Внутрь и вверх. Толчкообразные движения. Пять до пяти. И как правило, тоже выходит. Появление инородного тела в дыхательных путях довольно частое явление в детском возрасте. Особенно у малышей от одного до трех лет. Непоседы активно познают мир, в том числе посредством опробований окружающих вещей на вкус. Таких как монетки, батарейки, горошины, бусины, булавки, мелкие игрушки. Если один из таких предметов попал в дыхательные пути ребенка, то здесь действовать нужно так. До года применяют. Ну и часто родители, кстати, когда дети поперхиваются, даже переворачивают за ножки, встряхивают. И часто, в общем, когда мы приезжаем, уже помощь оказана родителями. В общем, в данном случае уже не требуется. После года также применяется прием гимблиха. Когда кладется или на колено, или на руку, если маленький ребеночек переворачивается на живот. И спиной, по спине, между лопатками, массажным движением, толчкообразным, аккуратным, конечно, движением производится. И по возможности, я думаю, что, как правило, у детей выскакивает инородное тело. Медики напоминают, что если инородное тело попало в дыхательные пути, первое, что нужно сделать, вызвать скорую помощь и сохранять спокойствие. А если ситуация резко меняется и становится критической до приезда врачей, только тогда уже нужно применять такие меры, как, например, прием гимблиха. Алкоголизм – одна из актуальных проблем современного общества. Это друманищие зелья влияет на людей по-разному, но в конечном счете одинаково рушит их жизнь. В следующем сюжете расскажем, как сегодня лечится алкогольная зависимость. Алкоголизм – тяжелейшая болезнь. Он подчиняет волю, разрушает психику, заставляет деградировать и негативно влияет на работу всех внутренних органов и систем. Но что же тогда вынуждает население браться за стакан? Причины могут быть различны, но в основном то, что, я считаю, так приводит к развитию алкоголизма, алкоголизма – это когда человек не умеет справляться со своими собственными чувствами. И переживая вот эти негативные чувства, испытывая эту душевную боль, всегда возникает сомблазн или желание как-то ее заглушить, как-то ее убрать. И, естественно, прибегает к какому-то универсальному транквилизатору, который сразу же моментально практически из себя это снимает. Из наиболее доступных средств – это алкоголь. Он тут же делает свое тело. Поэтому вначале это так. Но потом вот какая-то тоненькая вот эта вот грань, она переступается. И тогда уже наступает то, что называется болезненным состоянием, пристрастием. Называется химической зависимостью. Это зависимость от этого вещества. Алкоголизм – это бесспорно тяжелое заболевание, разрушающее не только пьющего человека, но и его родственников, живущих в нескончаемом стрессе. Но была бы серьезной ошибкой считать алкоголизм неизлечимым заболеванием. Конечно, как и любые психические недуги, эта болезнь прежде всего характеризуется очень выраженными защитными механизмами. Человек сопротивляется признанию самого себя внутри. Поэтому первый шаг, наверное, к выздоровлению заключается в том, чтобы как-то дать понять человеку о том, чтобы он перестал сам себя обманывать. Он может обманывать кого-то, но себя не обманывать. Потому что, когда он заглядывает в себя в душу, будучи уже, зная о том, что он больной, там всегда есть маленькая такая область, которая говорит, нет-нет-нет, ну что ты, ты в любой момент можешь бросить, ты в любой момент справишься. Да это вот потому-то, это потому-то. То есть причина как бы подтягивается, да, вот в оправдательном таком вот моменте. И если вот этого не будет, он полностью признает, да, я зависимый человек, тогда сразу наступает выздоровление. Чем раньше человек пришел к решению лечиться от алкоголизма, тем проще будет остановить его дальнейшее развитие. Сейчас существует достаточно большое количество надежных способов лечения для людей, страдающих этой зависимостью. На самом деле путь этого выздоровления, он намного серьезнее и длительнее. И мы должны рассматривать это как биосоцио-духовную модель. То есть у человека, допустим, у алкоголика изменения и на биологическом уровне, биохимия мозга страдает на социальном уровне, он страдает близкие окружения, работа, деньги, машины. Ну, все понятно, о чем я говорю. И духовный уровень страдает. То есть он становится несколько грубее, перестает различать какие-то нюансы. То есть меняется этическая какая-то сфера у него. И вот современные методы, это уже революционные методы, когда направлены на все остальное. То есть и это одновременный какой-то медикментозный подход, и в то же время это работа в революционных программах, где консультанты, волонтеры, вот из числа таких же выздоравливающих, будем говорить, группы, сообщества, анонимные алкоголики, психологи, психологи, все консультанты вокруг этой проблемы. То есть помогает человеку осознать его проблему, показать ему как бы путь, на собственном примере сказать, я смог, ты сможешь. И таким, в общем, создается хорошая мотивация для человека, для выхода из этого, точнее, не выхода, но восстановление своей миссии прежней, которая была раньше, это называется реэмиссия. Подобный курс лечения в наркологическом диспансере проходит сейчас Наталья. Как и многие алкоголики, она долго не хотела признавать то, что она зависима. Я очень много потеряла всего, и практически, не практически, да, все, то есть я поняла, что я не могу больше. Я потеряла работу, финансовое благополучие, окружение свое, то есть друзей, родственников. Но она нашла в себе силы признаться себе в том, что она зависима, и ей нужна помощь. Я пила долго очень, то есть это был запой. До этого я уже сюда попадала, и, в принципе, я знала, где мое убежище, где могут меня спасти от этого. И сама приехала сюда, то есть приехала моя тетина, помогла мне собраться. Вот я сюда приехала. Какие у вас планы на будущее? Планы у меня на будущее? Ну, какие планы? То есть, ну, в первую очередь, жить трезво, как бы, такие планы у нас пока. Таких глобальных нет. Какие-то такие реалистичные работы, нормально как-то, как финансовые, что. Это еще раз доказывает то, что выйти из кошмарного круга алкогольной зависимости и вернуться к нормальной жизни можно, но лишь захотев это сделать. В следующем сюжете мы поговорим о такой проблеме, как заикание. Наверняка кто-то из вас смотрел фильм «Король говорит». Это удивительная история и жизни короля Великобритании Георга VI, который преодолел заикание с помощью талантливого логопеда. Сегодня мы вспомним этот фильм и выясним, как решаются проблемы с заиканием в настоящее время. Фильм «Король говорит» был снят на основе реальных событий. Он рассказывает историю короля Георга VI перед началом Второй мировой войны, который боролся с проблемой заикания, преследовавшей его всю жизнь. В этой исторической драме удачно показано, насколько серьезной проблемой может быть заикание. Особенно для такой фигуры, как будущий король, который испытывал большое унижение, когда выступал с речью перед тысячами британцев. Стыд заставляет заику не только испытывать стресс, но и вызывает у него негативные мысли, например, неуверенность в себе. Если проблема возникла в раннем возрасте, то ее причина может быть такой. «Есть ситуация, когда все благополучно. Благополучная гармоничная семья, а у мамы с папой хорошие отношения, нет скандалов. То есть благополучно и нет никакого события, потому что очень часто заикания связывают с какой-то травмирующей ситуацией для ребенка. И такого события вспомнить нельзя. А у ребенка начинаются затруднения в речи. И это, скорее всего, может означать просто то, что у ребенка скорость мысли не соответствует развитию речевого аппарата. То есть мысль идет быстрее, ему хочется сказать быстрее, а чисто физиологически речевой аппарат еще не готов, ребенок не может». Специалисты считают, что возможных причин заикания как минимум три. Первое, если есть наследственные нарушения или нервная система пострадала из-за родовой травмы и частых болезней в раннем детстве. Часто проблемой заикания мучаются приученные левши. Неверные ориентированные полушария мозга порождают сумятицу в произношении. Это вторая причина. А в третьей виноватый спук или другой стресс, пережитый человеком. «И здесь очень важно спокойствие родителей, разрешение ребенку заикаться, не поправлять его, не подсказывать слова. Но это, кстати, для любого типа заикания очень важно. И просто спокойно его выслушивать. Тогда пройдет какое-то время, это бывает, ну, около года, может, год-полтора. Да, и если ребенка на этом не фиксируют, если в этот момент у взрослого не начинается ужас-ужас, что у меня ребенок заикается, все выстраивается». Лечение на ранней стадии хорошо помогает. Около 80% детей в возрасте от 2 до 5 лет полностью избавляются от заикания. Лучше всего действует сочетание двух разных подходов. Говорите плавно и относитесь к заиканию проще. Человек приобретает навыки спокойной речи, уходит с ковной, снимается напряжение. Ничто не мешает общению. «Поэтому очень важно просто вот быть спокойным. Как очень поверхностная и при этом очень важная рекомендация для родителя рядом с заикающимся ребенком. Знаете, заикание – это проблема дыхания. Да, то есть у ребенка затруднен, скорее всего, вдох и очень сильно затруднен выдох, поэтому ему не хватает возможности. У нас есть, к счастью, такой прекрасный механизм, который называется соматический резонанс. Да, и поэтому если вы в этот момент, когда вы слушаете своего заикающегося ребенка, будете обращать внимание на то, как дышите вы, и выстраивать свое дыхание с длинными, регулярными, плавными вдохами и выдохами. Это будет колоссальная помощь для вашего ребенка. Вообще, заикание или логоневроз нельзя быстро стереть таблетками или волшебными техниками. Шанс есть лишь у тех, кто запасся терпением и готов к трудоемкой работе над собой, как король Георг VI. На этом наша программа подошла к концу. Закончить ее хочется словами известного французского философа-просветителя Франсуа Мари Аруа Вольтера. Надежда выздороветь, половина выздоровления. Не забывайте об этом. Субтитры создавал DimaTorzok